Какие последствия глобального изменения климата можно назвать самыми серьезными? Глобальное потепление становится источником засух, дефицита воды, тайфунов и лесных пожаров. Я предлагаю внедрить систему зеленых тарифов для электроэнергии, а также для солнечной и ветряной энергии. Каких полезных привычек придерживаетесь лично вы? Лично я не вожу автомобиль, предпочитая использовать общественный транспорт. Здравствуйте, это программа Евразия Дословная. Меня зовут Гульмира Жанзакова и сегодня мой собеседник, лауреат Нобелевской премии мира Раек Вон Чунг. Здравствуйте, господин Квон Чунг. Спасибо, что нашли для нас время. Вы занимаетесь проблемами окружающей среды и изменения климата с начала 90-х годов. Вы автор концепции зеленого роста, основанной на идее развития экономики при снижении выбросов парниковых газов. Расскажите, в чем ее суть. Главная цель концепции зеленого роста заключается в снижении уровня выбросов диоксида углерода, борьбе с изменением климата и пропаганде идеи того, что развитие производства возобновляемой энергии не только несет издержки и обременения для экономики и общества, но также предоставляет возможность для более быстрого и устойчивого экономического роста и создания множества рабочих мест в перспективе на долгий срок. Однако, если рассматривать это с точки зрения краткосрочных выгод, то возможны и убытки. Тем не менее, концепция зеленого роста является основой для разработки долгосрочных стратегий. Целью зеленого роста является распространение данных идей. Имеет ли концепция какой-то универсальный характер, и ее можно применить к любой стране, либо к каждой нужен отдельный подход? С точки зрения теории, идея зеленого роста может быть применена в любой стране. Однако на практике, мне кажется, что бедные страны могут испытывать трудности в ее осуществлении. Страны со средним уровнем развития, судя по всему, способны следовать этой концепции. Но каждой из них придется разработать свою собственную стратегию, свой план. По моему мнению, универсальный подход не подходит для всех. Необходимо создавать индивидуальные планы, учитывая особенности и проблемы каждой страны. Какие последствия глобального изменения климата можно назвать самыми серьезными? В первую очередь, когда речь идет о резком повышении температуры, возникает вопрос о выживании. В следствии чрезмерной жары гибнет огромное количество людей. Более того, глобальное потепление становится источником засух, дефицита воды, тайфунов и лесных пожаров. Здесь действительно ставится вопрос о жизни и смерти. Это уже оказывает существенное воздействие на жителей большинства стран в Западной и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Наверняка вы знаете, что в Казахстане существует проблема с водой. И в этом году даже создали специальное новое министерство, которое будет бороться с этой проблемой. А также бытует мнение, что в странах Центральной Азии происходят климатические изменения и уменьшение ледников, главного источника воды для бассейна Аральского моря. Все это может привести к миграции более 5 миллионов человек. Насколько вы согласны с этим мнением и как скоро этого ждать? В настоящее время можно заметить, что изменения климата происходят намного быстрее, чем ожидалось. Даже ученые поражены тем, насколько данный процесс ускорился. В Центральной Азии, включая Узбекистан и город Самарканд, температура иногда поднимается выше 50 градусов по Цельсию. Эти изменения уже причиняют страдания многим людям. И вероятно, к 2030-2040 годам, если ситуация не улучшится, это может привести к миграции и увеличению количества беженцев из-за глобального потепления. Как Казахстану и странам СНГ нужно менять свои экономики для успешного развития? Можете дать рекомендации? Возможно, для Казахстана расширение производства возобновляемой энергии может стать значительным вызовом. Однако, если не уделять должного внимания управлению проблемой глобального потепления, стране грозят серьезные климатические последствия. Поэтому я предлагаю внедрить систему зеленых тарифов для электроэнергии, а также для солнечной и ветряной энергии. Сделать их двухуровневыми, чтобы компании и люди, беспокоящиеся о глобальном потеплении, могли платить более высокие тарифы и использовать альтернативные источники энергии. Какое-то время назад вы посоветовали Казахстану последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов и создать эко-город, который будет полностью существовать за счет альтернативных источников энергии. На какой стадии находится этот проект? Да, Объединенные Арабские Эмираты представляют собой вдохновляющий пример для стран, зависящих от экспорта нефти. Они создали уникальный проект под названием «Маздар Сити». Я посетил его в феврале этого года и заметил, что уже сейчас множество компаний инвестируют в этот город, создавая новые рабочие места. «Маздар Сити» следует выдающейся стратегии, рассматривая данную концепцию не как бремя или издержки, а как возможность создания рабочих мест, привлечения новых инвестиций и борьбы с глобальным потеплением. Город активно расширяется, и все больше компаний начинают развивать свой бизнес там. Как вы считаете, финансировать программы по сохранению природы должно только государство или коммерческие структуры тоже должны участвовать в этой работе? Я согласен с вами. Переход к альтернативным источникам энергии – это сложный процесс, который требует совместных усилий не только государства и коммерческих организаций, и общества, в первую очередь населения. Мы все являемся потребителями энергии, основанной на ископаемых ресурсах, и при этом продолжаем выделять диоксид углерода. Но важно понимать, что без активного участия каждого из нас внесение изменений в эту концепцию становится затруднительным. Именно поэтому необходимо создать систему, где обычные люди, потребители энергии могут внести свой вклад, поддерживая зеленый тариф за использование экологически чистых источников энергии. Это не только способ снижения негативного воздействия на окружающую среду, но и шаг в направлении более устойчивого будущего для всех. Можете ли дать простые советы, что может делать каждый человек в обычной жизни для сохранения природных ресурсов, к примеру, чистя зубы, закрывать кран с водой? Сегодня в условиях современной реальности наши повседневные усилия, направленные на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, кажутся недостаточными. Отсутствие системы, которая бы позволила гражданам действительно вносить свой вклад в борьбу с глобальным потеплением, делает наши старания ограниченными в эффективности. Понятно, что соблюдение простых правил, таких как переработка мусора, экономия воды и электроэнергии – это важные шаги. Но они недостаточны для решения масштабных проблем. Именно здесь вступает в игру идея о внедрении системы зеленых тарифов. Эта идея позволит гражданам почувствовать ответственность и внести свой вклад. Компании, которые будут использовать зеленую энергию, получат сертификаты, подтверждающие экологичность их продукции. Система зеленых тарифов позволяет гражданам почувствовать свою важную роль в изменении мира к лучшему. Она стимулирует их использовать зеленую энергию и продукцию, произведенную с ее использованием. Эта концепция «Я первый» позволяет каждому человеку стать первым в популяризации зеленой энергии. В настоящее время подобные системы еще не внедрены. Но предложение обратиться к государству с просьбой ввести зеленые тарифы может стать началом важного движения. Никто не будет принуждать к оплате. Это будет добровольным выбором. Пример Южной Кореи, где 48% населения поддерживают повышенные цены на зеленые тарифы, показывает, что уже существует интерес к таким инициативам. Мы не должны ждать, пока остальные присоединятся. Мы можем начать уже с тех, кто готов принять изменения. Разрешите им внести свой первый вклад и поддержать зеленую энергию. Это и есть суть концепции «Я первый». Эта идея имеет потенциал для реализации и в Казахстане. Каких полезных привычек придерживаетесь лично вы? Лично я не вожу автомобиль, предпочитая использовать общественный транспорт. Вдобавок к тому, я активно пропагандирую свои идеи в разных странах, таких как Казахстан и Узбекистан. Поэтому я призываю людей не винить исключительно государства и корпорации за экологические проблемы, а в первую очередь начать с себя. Спасибо вам за интересную беседу. А я напомню, это была программа «Евразия дословная». И сегодня мы беседовали с лауреатом Нобелевской премии, Мира Раек Вон Чунгом. Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Субтитры подогнал «Симон»